Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь исправлять нужно этот вот момент, который вам, условно говоря, дали родители, то есть момент, что вам нучили родители, в чем вы нуждались в контексте своих родителей, выходить, на мой взгляд, нужно вам из жертвенной позиции, из жертвенного поведения, скажем так. Вот. И, соответственно, брать ответственность на себя не только за то, что вы делаете, но и за свои чувства, за свои эмоции, за свои желания, за свои последности, за свое поведение. И менять свое отношение к себе, пожалуй, это самое главное, потому что вы боитесь остаться одна, вы не полагаетесь на себя, вы, на мой взгляд, в общем-то, вы, на мой взгляд, себе не доверяете, вот. И это, в общем-то, тоже достаточно, ну, как-то вот так, серьезно влияет на вас. Вот. Мне кажется, что, в первую очередь, вот в этом вам нужна работа, да, то есть это не какая-то такая, вот, знаете, ну, индивидуальная, значит, помощь, да, разовая, точнее, помощь, вот. А это вот именно работа над собой, над собой, да, это именно работа по изменению отношения к себе, по изменению того отношения, которое привели вам ваши родители, над самодостаточностью, над обретением собственных целей, эм, значит, ну, допустим, веры в себя, да, вот, и так далее. Вот. То есть это нужно исследовать, опять же. И все ваши эмоции невыраженные, все ваши потребности нереализуемые, эм, все ваши чувства, которые внутри вас, вот, инфидивно не выраженные, не отреагированные и так далее. А все их нужно выражать и осознавать, корректировать и учиться правильно реализовать. Увидел я у вас и проблему с эмоциональным интеллектом, то есть проблему распознавания своих собственных чувств и реализации, вот. И, соответственно, с этим, ну, тоже нужно работать, вот, с этим тоже нужно как-то взаимодействовать, да. Это, ну, в этом, в этом вам тоже нужно, нужно помогать, потому что, вероятнее, ну, вероятнее всего, да, вот, вы сами не справитесь, да. Вот. А мне кажется, что, ну, примерно, вот, ну, примерно такая вот история, примерно, в такой момент, вот. То есть, эээ, вот, что добавить здесь еще, исходя, опять же, из, допустим, того, что вы написали, ну, мне сказать так, наверное, сложно. Вот. Сложно, потому что, ну, не совсем просто ясно, на что вы готовы, да, и готовы ли вы работать над собой, допустим. Вот. Ну, вот, в принципе, и все. То есть, родители внушили вам, то есть, родители, которые начали пить, они внушили вам деструктивный сценарий. Вот. Что вы очень на что не способны, что вы ничего не добьете, что вы никто, ну, скорее всего, да. Вот. И что вы им не нужны, вроде, чувство ненужности, оно с вами, по-видимому, до сих пор пробивает, что и выражается в виде вот таких вот вплетков негативных и так далее. Вот. Вот. Это вот недостаток отреагирования, скажем так. Вот. Здесь и не натренированное взрослое состояние, да, то есть, такой вот анализ, аналитический контроль. И здесь, конечно, есть, конечно, распознавание чувствований. Мне нужно работать, в первую очередь, чтобы вы доверлись человеку, в первую очередь, чтобы вы оперлись поначалу на него, там дальше уже будет, в принципе, видно. Вот. Мне видится так. Мне видится такой история. Мне видится таким момент. И соответственно, в этом мне видится помощь. Это психотерапия. А так вот, то, что вы пишете, помогите мне, пожалуйста, как, в чём, в чём, то есть, ну, в чём. Вот. Вы говорите, я вроде понимаю, что со мной и почему, а что с вами? Вот, скажите, что с вами и почему, что с вами. Не могу понять, как это исправлять. А вот, значит, не понимаете. Ну, не понимаете, как исправлять. Потому что, если бы понимали, да, вы бы не исправляли. Вы бы знали, что это нужно раскрывать и учиться этим жить. Выражать, значит, реализовывать и так далее. Вот. Ну, начните, пожалуй, вот с того, что вы пишете замуж в 18 лет, скажем так, задиранный махинником. Почему? Для чего вы пишете замуж? А, хотели защиты? Вот мой. Хотели, чтобы вас любили? Вот мой. А почему? Почему случилось всего во всём? То есть, были созависимы, по сути? Вот. Это всё из-за растворения своей личности. Ну, когда родители, вот это, не додали вам, что всё нужно. Причём, такой вот, период самый-самый. Ну, один из кризисных. Это подростковый. Вот. Вы пишете, вот, я боялся ему перечить. Почему боялись, да, или чё? Прожили 6 лет, его не посадили. А, пока его не посадили, осталось на улице с детьми, некуда было идти. То есть, вот. Да, чувствуете, как вот вы зависите от людей. Вы вообще хотели быть любимыми. Вот. Далее вы пишете отрицательное отношение к самоубийцам, далее с презрением. А, почему презрение? Да? То есть, вот. Смотрите, какая штука. Здесь вы жертва. Вот с одной стороны вы жертва. Но с другой стороны, хоп, у вас уже презрение возникает. Ну, как... То есть, презрение это что? Это... Это не... Это не уважение. Это не уважение, не уважительное отношение к их выбору. Потому что самоубийца это выбор. Как бы, что бы мы ни говорили, но самоубийца это выбор человека. Вот. Ему можно помочь, ему можно справиться, помочь справиться с проблемой. Но, если человек хочет это сделать, он сделает. Это... Ну, это ужасно, это страшно, но это правда. Он сделает это, если захочет, он это сделает. Понимаете? Скажешь, люк. И презрать тут нечего. Как нельзя презрать, эээ... Ну, выбор. Любой выбор, любого человека. Так. А вы презираете. Почему? Потому что вам это нужно. Презирая, вы обесцениваете то, что вам хочется. Эээ... Для чего, почему человек совершает самоубийцу? Эээ... Очень редко люди это делают, эээ... Вот, реально, эээ... И когда люди это совершают самоубийцу, чисто, потому что они решили, всё, мне больше жить не за чем. Вот, правда. Ну, это... Это не естественно. Для человека, для человека не естественно. Решить, что ему больше жить не за чем. Потому что всегда есть какие-то желания, всегда есть какие-то потребности, всегда есть что-то. Всегда. Вот. Ну, то есть, там понятно, что нужно это иметь, понятно, что... Не всегда, да, человек это чувствует, но тем не менее, тем не менее. То есть, никогда. Никогда, вот, эээ... Практически, эээ... Человек не решает, что ему больше жить, чем что я тебя убью. Вот. 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 Вот, знаешь, какая-то цель. Либо безысходность, эээ... Ну, наиб... Часто. Часто, это, эээ... Какая-то другая история, например, эээ... Желание привлечь внимание к себе и так далее. Вот. И ва... И вам, навер... Вот, вам, именно исходя из ваших историй, у вас, эээ... Ну, возможно, к самоубийцам было такое ощущение, типа, вот, вот, вы, типа, ушли, да, ну, в смысле, типа, что, что вы, вот, эээ... Ну, ушли, а я, типа, остался. Вы можете у тебя, а я не знаю, а я нет. Такая вот история. Короче говоря, при... эээ... Презирительное отношение к самоубийству, это... Симптом. Это... Это симптом. Симптом противоречия. Потому что, ну, ну... Убился, точнее, ну, это его выбор. Да, это жестокий, да, это эгоистичный, эгоистичный выбор. С этим никто не спорит. Что это, что это эгоистичный выбор. Как бы. Эээ... Но... Вас это, как задевает. Правильно? Значит, что-то вы обесцениваете здесь, вот. Ну, в... В этом для себя что-то обесцениваете. Вот. Что именно? Нужно выяснять, конечно. Конечно, да. Вот. Дальше. Эээ... Так, вы пишите... Что-то задавцы были моменты, когда вас не прибрался с этим утром раствориться. А дети... По детям вот вы здесь, получается, не думаете. Вот. И опять же, это связано с тем, что вы все время живете для кого-то. Страва вы жили для родителей, я уверен. Потом жили для своего мужа, потом жили для детей. И теперь вы опять живете для своих детей. Приславляться, прибавился еще один ребенок. То есть, зачем вам столько детей, да? То есть, вы родили трое детей, еще одного ребенка родили. То есть, зачем? Ну, для чего? Ну, вот. Детьми, которые, вероятно, хотят тебя крутить, чтобы вас любили, во-первых. Во-вторых, чтобы, ну, не остаться одного, во-первых. Вот. Во-вторых, это такое подспутное желание, чтобы тебя защитить. Дальше. Значит, завела друзей и через время стала жизнь другим мужчин и гражданский брак. Ну, надо бы проанализировать предыдущий брак, чтобы ошибки скорректировать. А то в этом они тоже повторятся. Я родила еще одну, без конца. Ну, зачем? Уплачиваю долг, пока нет, возможности пользы остальные. С тех пор жизнь, конечно, много наладовалась. Мне кажется, мы стали полноценной, безусловно, полноценной, благополучной, здоровой семьей, и я проносил к этому все свои силы. Вот видите? Вы семью хотите. Вы не хотите делать счастливого человека, хотите семью. А это ваше желание. За которое вы, получается, ответственность не несете, потому что перекладываете ее на семью. То есть на других членов семьи. Вот. Не семью нужно делать благополучно и так далее, здорово, а себя, свою личность и другого человека делать счастливыми. И детей делать счастливыми. Ну, в мере разумного, конечно. И тогда будет все хорошо. А не семью. Все это не прошло бесследно. Ну, если вы имеете в виду, вот, ваши переживания, да? Теперь я джинбе стала очень нервной. А с какого момента? Меня почти не меняет страхом беспричины. Тревожность, тревожность плюс потребность во внимании. Когда я все равно почти не могу ничего делать, буквально докажут о панике, пока что-нибудь не придет. Это нужно исследовать. Что, как, почему. То есть, почему мы боимся. То есть, чувство брошенности, брошенности и так далее. То есть, тут разные подходят техники, методики, вот. Но с этим нужно работать так просто, с этим не уйдет к сожалению. А меня трясет, когда я волнуюсь и даже когда чему-то, очень, чему-то радуюсь тоже. Ну, трясет, это, да, это дерганая, психосоматика, не так вот. То есть, тут вам не только психологическая помощь нужна, но и физиотерапия. Вот, возможно, и медицинская помощь. Легко прихожу в ярус, смогу сделать что-либо, а джем потом снимать величко. Ну, в ярус вы приходите, да, вот это, простите, такое сравнение по аналогии с животными, да. То есть, вы приходите в ярус, почему? Потому что вы защищаетесь. Вопрос в том, а чему вы защищаетесь. Тут нужно проанализировать, выявить и постоянно защищать. Тогда ярус не будет. То есть, ярус это показатель того, что вы чувствуете себя уязвимым. Где-то в чем-то, как-то. Так, значит, чем потом сильно жалеть, так-то легко успокаивать. Ну, это, соответственно, эмоциональные качели. Возможно, у вас, возможно, эмоциональные качели. Беспричинные перепады настроения. Они возникают, да, когда, опять же, родители в детстве, в детстве, ну, одно и то же, за ребенка и ругались, и хвалили. Вот тут нет такой устойчивой какой-то картины происходящей. То есть, с ребенком и ребенком нет стабильности. Если этого произошло, то здесь, опять же, я работал с детско-родительскими отношениями. Дальше, самоуверенность совсем пропала, мне кажется, что я хуже людей. Да нет, вы всегда так думали, я не думаю, что она вас пропала. Всегда так думали, раз вышли за тирана и мошенника в 18 лет. То есть, вам в 17 лет надо было бы развиваться и учиться, а вы замуж, если вы детей родились. Значит, каждый не считает, что вы хуже всех. Это вам нужны для родителей, и с этим тоже нужно работать. С этим тоже нужно взаимодействовать, с этим тоже нужно работать. Понимаете, само определение, что вы хуже всех, оно уже является детским. Потому что вы сравниваете. Сравниваете. Вы сравниваете себя с другими, короче, всех. Всех со всеми. А сравнивать нельзя. Сравнивать нельзя, все либеральные. Хуже, лучше, не бывает. Но от этого нужно, от этого нужно доходить. А для этого необходимо принять себя. То, что вы себя отрицаете. Сравниваете. Сейчас заболете. Это вы подсознательно требуете внимания, ухода и заботы, которые вам не доставали в детстве. Могу делать что-то физически, его крыла крутятся, темнеет в глазах. Ну, здесь, я не знаю, здесь нужно смотреть, да. То есть, если нет физических пределопоказаний, то может быть и истероидное такое поведение. То есть, ничего не могу делать, не плохо, хочу вот внимание там и так далее. Я вроде понимаю, что это мне, почему не могу понять, как это исправлять. Но опять же, было бы круто, если бы вы рассказали, что с вами. Просто интересно послушать, что с вами, почему. Было бы здорово послушать. А еще лучше было бы услышать, как вы хотите это исправить. Как вам вообще видится. Вот вы говорите, не могу понять, как это исправлять, а что вы складываете в слово исправить. Вот, очень хотел бы послушать. Как-то так, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ага, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Обязательно посмотрите в интернете про треугольник Карпмана, да. Вы находитесь в своей жертвы. Обратите внимание на то, что вы ориентированы на других людей, а не на себя. Себе вы не доверяете. Своему мужчине, которому вы сейчас живете, вы не доверяете. Что это происходит так, что вы себя остыдите. Если вы остыдите себя, то и дети тоже будут остыдить себя. Вот. Пока так. Выбирайте психолога. Начинайте работать. Алиса. Там еще будет вид. Как и что. Вот. Возраст у вас для психотерапии хороший, так что приступайте. Ну, не тяните, потому что, как бы, время, оно идет. Вот вам 31 год, возраст хороший, но буквально лет через 5-6 уже будет сложнее. Удачи вам. Всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Алиса. Продолжение следует... Алиса.